Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в игру под названием Spellpunk. Дуэли магов, где мы будем собственноручно кастовать всевозможные заклинания, используя различные жесты. То есть, например, если в воздухе мы начертим треугольник, у нас появится одна магическая способность. Если другую фигуру или что-то еще, то, соответственно, магия будет совершенно другая. При этом после того, как мы начертили в воздухе определенный символ, мы можем использовать в любой момент эту магию, и таким вот образом выстрелив в нашу цель и уничтожить, ну, зависит от магии, которую мы используем. Например, треугольник — это огненная магия. Далее у нас символ, который был на лбу Гарри Поттера — это молния. Так, ну и, собственно, здесь нужно поразить пару целей. Конечно, не обязательно идеально чертить эти символы, но какие-то усилия вам приложить все равно необходимо. И особенно в динамичной схватке с противником, а здесь есть мультиплеер, вы будете иногда теряться и так далее. В этом и заключается интерес. Блин, сколько много здесь мишеней, которые нужно поразить. И чем ловчее вы научитесь это делать, чем быстрее вы будете подбирать магию, в зависимости от ситуации, и чем лучше вы будете целиться, тем могущественнее волшебник из вас получится. Прилетает робот, который обучает нас защите. Здесь также есть магия, которая сможет вас защитить от выстрелов ваших противников. Собственно, вот такую вот раковину мы рисуем. И защищаемся от выстрелов. Вообще, в этой игре, судя по всему, присутствуют баги, потому что, по идее, тело у меня должно быть. Вот оно, крошечное. Но не знаю, что произошло. Почему я такой маленький, но, знаете, он, наверное, по мне не попадет никогда. Да, и целятся они именно вниз. Несмотря на то, что я стою высоко. Так, кажется, перезапуск игры помог мне. А теперь у меня, наконец-то, есть конечности. Но, похоже, мне придется заново проходить туториал. Что, конечно, не очень здорово. Это больше похоже на легенду об Аанге, или как-то так мультфильм назывался. Так, сразу подготовим щит. И какую-нибудь магию. Огонь, например. Пока он просто стоит и ничего не делает на этот раз. Так, запускает. Запускает снаряды. Вот это сражение. Успел вовремя. Слушайте, а у него какая-то еще интересная магия есть. Так, теперь я, наконец-то, могу потрогать маску. Как я уже упоминал, в игре есть мультиплеер. Также есть одиночная битва с ботами. К сожалению, сейчас сервера Стима недоступны. Да и вряд ли в эту игру много человек играют. Сомневаюсь, что я смогу найти себе соперника. Так что давайте сразимся с ботом. Скорее всего, между собой они отличаются сложностью, размерами, внешним видом и пулом, возможно, заклинаний. Далее мы здесь можем выбрать наш аватар. Вот я сомневаюсь. Во-первых, здесь только женщина нет. Но я сомневаюсь, что эти аватары чем-то еще отличаются, кроме внешнего вида. Так как пул у нас стандартный заклинаний. Так, ладно, давайте возьмем его. Соперника мы выбрали. Да, смотрите, можно открывать дополнительное заклинание. Соответственно, для этого потребуются какие-то очки. Так, но мы возьмем... Самое главное, это щит. Вот, возьмем молнию. А ну, собственно, мы все взять можем, да, у нас только 4 заклинания. Этого нам будет достаточно для того, чтобы одарить нашего первого врага. Возможно, каждому из них потребуется свой подход. Например, кто-то уязвим больше к огню, кто-то к молнии и так далее. Что-то сделал с моими руками, ублюдок. Блин, щит не так просто, на самом деле, сделать. В бою. Но можно уклоняться. Что-то у меня уже не получается. Может быть, я истощен? Аж трясет всего. Вы только посмотрите, как все криво теперь. Ладно, буду пытаться выворачиваться и стрелять в нем молнией. Так что это, можно сказать, от счастья фитнес-игра. Он еще и насмехается, жестикулирует. Уже будет... Так, ладно, давайте поднажмем. Пока он пляшет, я в него зарядил нормально. Время выигрывать. Если бы он не плясал, унижен. Домой. Если бы он не плясал, возможно, шанс у него был бы. Так, ну и, собственно, последовательно открываются все более могущественные противники. Да, я постоянно не в ту сторону кручу. Но в этом моя проблема. Не знаю, зачем он туда стреляет. Он куда-то в другую сторону развернут. Фейерверки нахреначат. И все? Это все, на что он способен? Не знаю, как так получилось. Да, вообще, мне щит, наверное, не так часто будет нужен. Но считывая то, что я ловко уворачиваюсь, по крайней мере, сейчас. Лучше с двух рук стрелять. По-македонски, можно сказать. Предлагаю этой тактике и придерживаться. По-моему, наша Singh tecnología muss развернуть. Лучше. По-моему. ま Ayон. По-моему. Во-моему. Этот ход. Про-моему. По-моему. 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 Продолжение следует... Да, это гораздо быстрее. Какие же у меня крошечные руки. Но при этом я иногда рисую треугольник, но у меня другая магия. Ведь ему надо треугольник побольше рисовать. Да, вы смотрите, причем на обеих руках. Хотя слева я вообще никогда не рисовал. Продолжение следует... К сожалению, пока на данный момент найти мультиплеерную игру вообще нереально. Я уже несколько раз пытаюсь это сделать. Это уже третья попытка. И абсолютно бесполезно. Либо никто не играет, либо действительно проблемы со стимовскими серверами. Так что на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.